здравствуйте с вами снова я и финляндия пятница почти 7 часов вечера без 27 я хожу стирать у меня сегодня день стирки как вы знаете я один раз в 10 дней записываю себе стирку и сушку вот волосы мои отросшие и видите вот как они крутятся вот чем они длиннее будут отрастать тем больше они будут вот так вот изобразно закручиваться ну да ладно хочу я с вами поговорить сегодня о цирке я не имеют ни никакого и не имела никогда никакого отношения к цирку просто сегодня посмотрела одну девочку из испании она рассказывала о цирке как она ходила в цирке вот я хочу тоже рассказать как я в детстве ходила в цирк значит для моих новых подписчиков скажу что меня зовут наталья я родилась в городе запорожье это украина пятьдесят шестом году вот это я такая древняя до не 63 года полных и уже вот почти 20 лет в августе будет ровно 20 как я живу в финляндии это так вот делается то темнее то светлей потому что я у меня здесь вот штора задвинута жалюзы опущены потому что очень жарко ну так вот в то время у нас в городе цирка не было хотя город большой у нас почти где-то в семидесятые восьмидесятые годы у нас почти было миллион жителей почему я точно знаю при ну не точно примерно эту цифру к миллиону подходила потому что говорили всегда и писали в газетах и говорили у нас как только будет у нас миллион жителей в городе начнут строить метро а метро между прочим очень было нужно очень было нужно потому что город находится на левом и правом берегу днепра и очень неудобная связь но все знаете плотину днепр-газда которая соединяет одну часть днепра ой одну часть города через днепр с другой частью города вот и также вот эти вот новые районы и всякие туда деревни которые идут вот там брат у меня живет в деревне которая называется разумовка они заднепром заднепром заднепровскими порогами вот и чтоб туда попасть нужно проехать через два моста преображенского эти мосты про преображенского это еще до военные мосты довоенные они уже очень старые там и электричка по верху проходит мосты очень старые их нужно реконструировать после перестройки начали немного уже с одной стороны и с другой стороны несколько про как они называются проемы ну части несколько частей моста поставили и так на этом все дело и закончилось вот поэтому метро городу нужно было но увы его до сих пор и нету и я так думаю его никогда не будет потому что почти из миллиона жителей сейчас городе где-то около 600 тысяч жителей вот так но это такая статистика а мы да если кто не знал когда-то запорожье назывался александровском александровск вот значит а мы сейчас поговорим о цирке значит в то время когда я была маленькая стационарного цирка в городе не было приезжал цирк вот этот шепитоле как он там называется вот и ставили они ставили свой цирк эти циркачи парке металлургов парк металлургов очень большой красивый парк и я туда всегда ходила с моей любимой тетечкой она там рядом жила но даже если бы она не жила там рядом мы бы все равно ходили в цирк вот циркачи когда приезжали они же приезжали не на один день и на два дня вот здесь вот у нас вот в турку приезжает цирк и потом приезжают всякие качели-карусели они стоят неделю не больше а у нас если приезжал цирк он стоял месяц а то и больше и в основном это было по осени почему-то ну так по ранней может быть и конец августа начало сентября потому что было на улице тепло и вот мы всегда ходили с ней в цирк она я не знаю почему были билеты но в советское время сами понимаете наверное билеты были очень дешевые но что мне больше всего нравилось в перед тем как прийти на представление так как этот цирк цирковое это здание которое натягивали купол она находилась в парке там же были еще аттракционы всевозможны и там продавались всякие вкусняшки хотя перед тем как идти мы всегда ходили где-то на пять на шесть часов вот это если так как бы было это было последнее представление вот людей было очень много и мы всегда дома покушаем и пойдем пешком ходили там буквально десять минут эти но мне всегда нравилось и там моей тетечке соседка соседнего подъезда она там продавала газ воду если кто-то моего возраста помнит газ вода она была и в автоматах с сиропом по три копейки без сиропа по копейки а вот в таких вот общественных парках она была такие колбы большие и сидела женщина тетя сима ее звали тетя сима значит был сироп например клубничный сироп и просто газировка вот она сиропа наливала в стакан на палец а потом этой газировки вот но так как моя тетечка с ней были были знакомы она жила в соседнем подъезде она всегда мне наливала на два пальца а потом воды и стоило это четыре копейки но это было так вкусно это было потрясающе вкусно а тетя симон муж вот не помню как его зовут он с ней рядом торговал ватой знаете вата вот это вот да воздушная вот я тоже всегда любила мне тетечка покупала вату эту и вот воду и вот это вот мы попьем вату я покушаем и потом идем на представление представление было обычное и лошади были и собачки вот тигров я не помню хищников я не помню собачки котов тоже не было куклачева как сейчас с котами он выступает не помню а вот собачки эквилибристы всяких на лошадях потом на на канаде вот эти вот канатоходцы клоуны всевозможные олег попов к нам приезжал это тоже помню я вот не знаю это может быть это был московский цирк может быть не московский цирк я вам сказать не могу вот у меня остались такие яркие впечатления не даже не от самого представления а вот от того момента когда мы вышли из дому идем туда в парк мы приходили всегда заранее сначала покататься на качелях колесо обозрения я никогда не любила я вам говорила один из моих страхов это высота поэтому никогда тетечка меня не это сама мы не катались с ней а на всяких других разных качельках карусельках катались а там вот это всякие то машинки вот так вот ездит то там верблюды такие ну я же еще была до дошкольница хотя я же в школу пошла в восемь лет вот но это может быть мне было шесть семь лет вот такой возраст ну и самое главное конечно попить воды газированной с двойным сиропом и покушать сладкую вату теперь в моем городе где я родилась есть цирк его построили в конце семидесятых годов и находится он помните я и кто смотрел меня я рассказывала я я занималась народными танцами и это был парк пушкина и или и дворец культуры пушкина так вот перед входом в парк пушкина сделали красивое здание цирка теперь у нас стационарный цирк вот между прочим юран взять это получается да юраной старшей сестры муж был из цирковых они приехали с гастролями в запорожье и юрана сестра пошла на представление цирковое и там с ним познакомилась вот он как это называется вот это вот эквилибристы да которые равновесие держат потом банки вот эти все ставят выше 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 вот такие вот дела так что теперь цирк есть я не знаю насколько теперь цирк востребован не востребован но наверное люди ходят настюша моя в детстве всегда ее водили в цирк она с удовольствием всегда ходила на цирковые представления даже у меня есть фотография она стоит на фоне вот этого здания цирка а здание цирка такое круглое ну наверное они так все цирки да ну да круглое такое здание красивое вот такие вот мои воспоминания детские о цирке а еще больше воспоминания моей тетечки потому что мне кажется самые лучшие мои детские дни детское время когда ну сознательно когда я уже это помнила я проводила с ней вот мы с ней путешествовали мы с ней были в москве не один раз я ее оставила мы зимой один раз помню вот мы были зимой приезжали к знакомым вот и это женщина у которой мы останавливались это была хорошая знакома знакомая у мамы моей был старший брат феодосий так вот феодосий познакомился на отдыхе с этой семьей москвичей вот и очень часто потом они передавали а так он работал же на секторах это засолочная база обкомовская там чё только не было и вот он с поездом передавала и консервацию всевозможную и варенье всевозможные грибы консервированные в общем все 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 раньше брали проводники такие передачки вот так вот и отношения завязали завязались и когда мы всегда ездили мы всегда там останавливались уже когда я постарше была мы с моим папанчиком ездили покупали мебель в москве потом контейнером отсылали тоже мы там останавливались и вот тогда вот я помню хорошо я несколько раз была с тетечкой в москве но запомнила один раз только такой момент что мы приехали зимой и эта женщина я даже не помню как ее зовут она взяла мне билет на елку во дворец съезда ну вот вот это вот новогодняя елка для всех детей куда там детям других городов давали вот эти вот билеты вот такой был у меня билет но прежде тем займу мы зашли туда прежде чем это пойти же на само представление там всякие всевозможные буфеты 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 вот и мне очень хотелось чтобы мне купили такая знаешь большая знаете простите такая большая шоколадка называлась красногвардейский шоколад красногвардейский с золотой звездой но там наверно было больше чем 100 грамм вот насколько я помню вот мои детские такие впечатления там наверно было грамм 200 может быть даже 250 мне ужасно хотелось плитку этого шоколада но мне не купили не потому что моей тетечке денег не было совсем нет она кстати была очень не не бедной потому что она же не была замужем ну это потом я немножко попозже расскажу вот просто мне сказали подожди сейчас посмотришь представление и там будут раздавать подарки так действительно раздавали хорошие подарки ну я разобиделась и я убежала от них я убежала не думая о том что это же это же такое большое здание вот меня быстро нашли вот никто меня не наказывал никто меня не ругал кстати этот шоколад мне купили после представления вот но подарок был великолепный там были не так не такая вот корзиночка как у нас обычно корзиночку давали там например на может быть ну пол килограмма пускай конфеты из них например там 250 шоколадных остальные там орешки там такие всякие карамельные конфеты горошек обязательно цветной лампасе в общем всякие разные а нет здесь был очень большой подарок очень красивый очень много конфет и практически все конфеты были шоколадные вот но мне хотелось такую шоколадку красно-гвардейскую мне ее купили вот эти вот такие вот яркие впечатления у меня остались она всю жизнь вот а так кроме этого мы с тетечкой на море отдыхали мы с ней в кирилловке отдыхали потому что сейчас вот я расскажу она работала она закончила училище электриков вот и все время проработала на завод запоросталь ну наверное вы знаете такой завод запоросталь она работала бригадиром электриков были одни мужчины электрики она работала бригадиром она не пила она не курила она была очень такая волевая вот ее мужики слушали и выполняли все как положено хотя она работала с мужчинами наравне вот и вот я помню наверное года три или четыре подряд они завод запоросталь видно купил участок земли вот или не купил тогда нет выделили за воду участок земли на в кирилловке и там строили базу отдыха для работников и мы жили в вагончиках такие не не вагончики не такие что по рельсам ходят нет такие деревянные домики были и вот у нас не был домик такой там две кровати была умывальник был на воду надо было носить туалет был соседнем домике и вот она днем она работала а я и приходила к ней на объект и там были еще другие дети мы с ними гуляли потом ходили в столовую там столовая уже функционировала нас кормили завтрак обед полудни для детей был обязательно ужин вот и потом каждый день мы ходили с ней купаться на море а для того чтобы спуститься к морю к воде надо было там такая 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 высокая может быть метра тогда мне казалось высоко но метра может быть три-четыре глина глина глиняная а берег хороший вот или мы еще помню этой глиной волосы мыли ну все тогда почему-то мыли так хорошо промывалась между прочим на намажешь этой глиной желтая глина вот и потом в морской воде смоешь и так хорошо в общем я начала вам рассказывать про цирк перешла уже к азовскому морю кстати азовское море очень даже неплохое очень теплая вода море гораздо мельче чем скажем черная чистая вода очень мало медуз практически не бывает медуз очень много раньше рыбы было мы я же с родителями тоже отдыхала вот так что вот так вот рассказала вам о цирке так что мне очень нравилось а в детстве ходить в цирк смотреть эти представления впечатления были яркие очень яркие представления ну и конечно все что было связано вокруг этого циркового шатра все было интересно все эти аттракционы парковские все эти вкусненькие водичкой и на на палочках этот вата сладкая вот на этом я закончу сейчас через десять минут мне уже надо идти заменить свое белье одно вытащить уже будет готовое а второе положить вот то в сушку и новую заложить стирку сегодня я за к обычно я заказываю с пяти а сегодня я заказала с с шести но я успею у меня три стирки не так много я успею все постирать так что пока пока до новых встреч с вами была я и финляндия подписывайтесь на мой канал на канал моей дочери наталья п пишите английскими буквами расскажите прокомментируйте вы любите цирк вы хорошо помните то свое детское время когда вы ходили в цирк кстати почему то вот когда мы были в москве а вот почему-то в цирк на цветном бульваре мы так и не ходили не знаю почему хотя уже наверное все время там был да цирк я так думаю да почему то нет нет не ходили что не ходили то не ходили пока хороших выходных а нас в нынх